Всем привет! Мы выезжаем из паркинга. Давно мы не снимали серию видео, обучающих видео для водителей новичков. Если вы водитель профессионал, не смотрите это видео, закройте и выйдите. Оно у вас будет только злить и висеть. А вот если вы еще учитесь, планируете получать права или начинающий водитель, то мы можем поделиться с вами опытом своих наработок за годы вождения. И сразу даю совет номер один. Не снимайте за рулем. Я вот сейчас не за рулем. За рулем водитель. Вот руки водителя. А я снимаю с пассажирского сидения справа. Итак, вот смотрите, мы в центре города. Видео это часть 1, будет идти примерно 5 минут. Кому интересно, будет называться часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 и так далее. Я уже давно, как и в принципе все водители, пришли к выводу, что 80% того и тому, чему учат в автошколах, не сильно-то и надо. Всякие реверсивные светофоры и подобное. В реальности, вот мое убеждение, что водителю надо знать 20% того, что дают автошколе, знаков, и они будут все время повторяться. Самый важный из них, вот этот. Распределение по полосам. Вверху показываю пальцем. Он показывает, с какой полосы можно куда ехать. Когда я только начинал ездить, я столкнулся с известным вопросом, что я не занимал нужную полосу заранее. Подъезжал, например, во вторую полосу и вдруг обнаруживал, что из нее можно только налево. А мне надо было прямо. То есть я, а мне не один учитель об этом не сказал по вождению, оказывается, должен был издалека, издалека пресмотреть вон те синие знаки, вот они синенькие, увидеть, какая полоса мне подходит и ее занять. То есть, например... В многих местах заранее их еще вешают специально для того, чтобы заранее перестроились. Да. Все, кто, например, сейчас... Все, кто, например, сейчас встали в левую полосу, они, соответственно, не могут поехать прямо. Это будет нарушением. А с недавних пор за это еще и приходит штраф. У нас в Екатеринбурге камеры точно совершенно обнаруживают проезд с таким нарушением. То есть, если вы аккуратненько из левой полосы так перестроились и поехали прямо, то вам придет штраф. Откуда я это знаю? Угадайте. Может, а мне пришел такой штраф уже однажды. Вот. Поэтому теперь это надо соблюдать. Ну и, собственно, вот мы сейчас с водителем будем вам делиться любыми комментариями прямо по ходу вождения. Если вдруг у нас зазвонит телефон, как сейчас, то у нас 5-минутное видео как раз, чтобы в промежутках отвечать. И вот у нас желтые знаки. Вот они, желтые. 40 км в час. И дорожная работа. Они желтые, значит, временные. Вот бывает желтая разметка, когда делают парады, например, для техники. Или желтые знаки, которые вешают временно. То есть, они тут не бывают, но сейчас они действуют. То есть, если вот сейчас разогнаться до 60 км в час, то это будет прямым нарушением. Часто вот и до сих пор идет дискуссия, могут ли штрафовать за нарушение желтых знаков. Автоматически или сотрудники? Сотрудники и автоматически тоже. Потому что иногда они встречаются со знаком камеры, которая контролирует с фотофиксацией нарушения. И до сих пор единого мнения нет на эту тему. Но правила ПДД достаточно однозначно говорят. Раз знак есть, неважно, желтый он или белый, вас могут за это острофовать. И вы явно нарушаете. Раз их повесили, значит, они зачем-то нужны. Ну да. Ну и вот еще одна вещь. Смотрите, перед нами треугольник перевернутый. Это знак «Уступи дорогу». Для меня, когда я начал учиться вождению, было откровение, что оказывается часть знаков, которые висят на столбах, не действует. Вот сейчас прямо перед нами знак, который не действует. В текущей ситуации, когда есть светофор, то знаки приоритета движения, главная дорога или «Уступи дорогу» не действуют. То есть еще раз, если вдруг вы думаете, что это справа разные знаки, светофоры и куча всего, красный треугольник сейчас не работает. Он что есть, что нет, никакого значения не играет. Он будет включен в ваше действие только, когда не работает светофор. А вот, например, в концепции Екатеринбурга это происходит только, если светофор случайно сломается. То есть этот знак почти никогда не действует. То есть за всю мою жизнь он не действовал ни разу. То есть его можно вообще убрать оттуда. Ну, кстати, вот непонимание этого вопроса я сам видел лично, когда встречное движение было показано знаком главной дороги. Ну, то есть едут машины навстречу и поворачивают для них налево, для нас направо. Стоял знак такой, что это главная дорога. И машины, несмотря на то, что зеленый свет, вставали. Думаю, что они должны пропускать встречное движение, раз такой знак висит. Хотя он никого действительно смысла не имеет, если светофор работает. Можно вообще не обращать внимания. Да, в концепции города, на что мы не обращаем внимания, если работает светофор? На желтый ромбик, вот он на камере, смотрите, пальцем показываю. И на красный треугольник, который мы видели. Но это не все. Есть еще знаки, они называют все знаки приоритета. Их там на самом деле много. Вот все, где знаки определяют приоритетность движения, они все не действуют, когда светофор. Но для города... И знак вот пешеходный переход тоже не действует. А, кстати, да, мы это еще обсудим в следующих видео. Потому что я лично, когда был маленький, увидел пешеходный переход, ну и пошел. А оказывается, мне был красный. Ну, понятно, что машины вообще не было, но тогда мне помахал рукой гаишник и сказал, ты что, мальчик, делаешь? А, я сказал, так, ляшник, иду по пешеходному переходу, как в школе рассказывали. А он не действует. Не действует пешеходный переход. Я иду по нему, а он не действует. Это хоть кому-нибудь, но обожаю, рассказывают. Дети, переходите дорогу в положенном месте. Там есть зебра. Только она не действует. Об этом никто не говорит. Но это получается так. Вот. Но это мы уже обсудим в следующих видео. Смотрите, часть 2. Обучение для новичков. Спасибо.